Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии Дима Рубин. В этом выпуске молитва против эпидемии. В Высокопетровском монастыре начали ежедневно проводить крестный ход с молебным пением об избавлении от коронавируса. Чем заняться во время карантина? Мы сделали для вас подборку образовательных курсов. Обучение дома. Как получают образование школьники и студенты во время пандемии. А теперь более подробно об этих и других новостях. В Москве братья Высокопетровского монастыря завершают ежедневные богослужения окроплением святой водой стен обители и молебным пением. Крестный ход совершается в связи с посетившим страну испытанием. Монашествующие обращаются к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся. Первый крестный ход братья древнего столичного Высокопетровского монастыря совершила после вечернего богослужения 18 марта. С тех пор каждый вечер игумен с братьями проходят по окружающим монастырь тротуаром с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери, а затем и по внутренней территории. В крестных ходах принимает участие несколько насильников монастыря. По словам наместника Высокопетровского монастыря игумена Петра Еремеева, совершение крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилось в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братья нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит, отметил Петр Еремеев. В русской церкви еще со времен крещения Руси появилась традиция совершения крестных ходов на праздники и в период тяжелых испытаний. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Сейчас эти слова Иосифа Бродского актуальны как никогда. Как провести карантин с пользой? Многие образовательные и развлекательные компании, культурные центры и театры сделали доступными курсы, подкасты и видеотрансляции. Свой вклад внесла и наша телерадиокомпания. Образовательный проект главного редактора телерадиокомпании «Русский мир» Любови Курьяновой «Журналистка профессии будущего» теперь можно найти в свободном доступе на Ютюбе. Проект адресован школьникам и их родителям, всем, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой. Курс «Журналистика профессия будущего» предназначен для абитуриентов, школьников и их родителей. Задача этого курса сделать так, чтобы в профессию пришли не случайные люди и чтобы профессионалов было как можно больше. Сейчас наша страна находится в довольно непростых условиях и не только страна, но и весь мир. Все мы находимся на самоизоляции, на карантине и это прекрасное время для того, чтобы получить новые знания. Потому что после каждой, даже самой темной ночи, обязательно наступит рассвет. И, конечно же, все мы вернемся к обычной повседневной жизни. Школьников ждут экзамены в университеты. Так вот, если вы вместе со своим ребенком, дорогие родители, еще не определились, не выбрали профессию будущего, то я рекомендую вам к просмотру этот курс. И напомню, что наша телерадиокомпания готова предоставить вашим детям стажировку в рамках телерадиокомпании «Русский мир». Так что не упустите свой шанс, обязательно воспользуйтесь им. Я уверена, не случайных людей в журналистике, благодаря в том числе этому курсу, станет как можно больше. LangLang.com – долгожданная новинка в сфере образования и дистанционного обучения, которая теперь может появиться в каждой школе. Многофункциональный портал LangLang.com дает возможность осуществить эффективное обучение практически любым общеобразовательным дисциплинам. Сервис предоставляет возможность дистанционного онлайн-обучения, а значит, делает полноценное образование доступным максимально широкой аудитории. LangLang.com позволяет заниматься с учениками, которые по той или иной причине не могут посещать уроки очно. Здравствуйте, дорогие друзья! Конечно, сейчас непростое время, но я уверен, мы пройдем этот период и станем еще сильнее и мудрее. Многие из вас знают нашу образовательную платформу LangLang.com по таким интересным программам, как «Русский ассистент» и «Русский консультант». Мы с командой профессиональных педагогов проводили наши увлекательные уроки в 41 стране мира и заслуженно получили вашу высокую оценку и признание. Мы очень гордимся этим, и сегодня мы открываем нашу платформу и делаем ее абсолютно бесплатной до конца учебного года. Мы приглашаем вас регистрироваться, создавать свои аккаунты и проводить интересные уроки в режиме телемостов, используя умную доску и интерактивные модули. Создавайте индивидуальные траектории для своих учеников, обеспечивайте их индивидуальными кабинетами. Наша платформа на сегодняшний день одна из самых удобных и практичных в мире, и мы вас сегодня приглашаем. Добро пожаловать! И еще мне очень хочется сказать – берегите себя и будьте здоровы! Онлайн-школа Натальи Фаустовой готова рассказать о чудесных свойствах колыбельных. Курс поможет узнать много нового об истории колыбельной песни, ее влиянии на малышей и их родителей. Проект носит уникальный характер, аналогов которому нет в мире. Если в высших учебных заведениях дистанционное обучение в большей степени освоено, то школам еще только предстоит этому научиться. Карантин, связанный с эпидемией коронавируса, показал социальные проблемы домашнего обучения. С возникшими проблемами среднего образования разбиралась моя коллега Евгения Фахурдинова. Споры между сторонниками традиционного очного школьного образования и поклонниками онлайн-технологий идут много лет. Каждая сторона имеет свои убедительные аргументы. Однако школа – это довольно консервативная структура. Поэтому на теоретическом уровне споры продолжались бы еще очень долго, если бы не коронавирус, который вынудил поставить в школах сложный и крупномасштабный эксперимент. В итоге дети сидят дома и практически не поднимаются из-за стола, потому что полдня – это уроки в режиме онлайн, а после этого – подготовка домашнего задания. Что касается учителей, то они лихорадочно готовятся к занятиям в последней четверти учебного года. И вся эта подготовка проходит в условиях форс-мажора, так как большая часть учителей онлайн-технологии раньше в таком масштабе не использовали, либо применяли ограниченно. Дети тоже не привыкли к виртуальным урокам. Отсюда огромная трата времени на техническую часть. Хочу рассказать о плюсах и минусах в дистанционном обучении. Какие я заметила плюсы? Плюсы – то, что не нужно тратить время на перемещение, на дорогу, на сборы. Вообще учебники не нужно носить, то есть это облегчение. Также можно в любой момент перекусить. То есть, к примеру, у меня не всегда идут уроки, и даже не все уроки идут по скайпу и зуму. То есть я посмотрела урок, и у меня есть время до следующего урока перекусить. Какие минусы? Минус – это то, что некоторые файлы в электронном дневнике не загружаются. Я не могу, соответственно, послушать тот или иное видео. Также очень большой плюс в том, что даже на дистанционном обучении можно получать оценки. Например, как вот сегодня у нас был урок, и тот, кто больше активно на уроки отвечает, тот и получает оценки. Студенты уже имеют опыт виртуального обучения с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Учащиеся присутствуют на лекции, находясь дома, выполняют задания и проходят тесты. Сейчас известно, что дисциплины, которые нельзя освоить дистанционно, будут перенесены на более поздние сроки. Конкретные планы определяются руководителями программ. Я думала, что дистанционное обучение – это будет очень интересно и удобно. В плане, тебе не приходится никуда выезжать, тратить время на транспорт, ты более-менее высыпаешься. Но если мы говорим о таких более примитивных, позитивных чертах дистанционного обучения, на самом деле есть свои минусы, и они имеют такое более доминирующее положение. Почему? Потому что на примере семинара у нас он проходит на платформе Zoom, и он постоянно прерывается. То есть человек не может ответить. Существует некий дискомфорт, неудобство понимания преподавателя, взаимодействия учеников и преподавателя, что, естественно, оно способствует некоторым помехам для того, чтобы понять материал. Декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов, оценивая вынужденный переход на онлайн-образование, отметил, что это было не так просто. Однако в заслугу можно поставить, что сотрудникам факультета это удалось сделать за 2-3 дня, тогда как Гарварду потребовалось 2 недели. В Русском Центре Балтийской Международной Академии жители Риги получили возможность узнать из первых уст о тотальном диктанте и об актуальных явлениях в русском языке и современной литературе. Организаторы и сооснователи студенческой гуманитарной акции «Тотальный диктант», участвующие в просветительском автопробеге «Таллинн-Санкт-Петербург-Рига», провели пресс-конференцию и обсудили вместе собравшимися вопросы, связанные с русской культурой, литературой и тотальным диктантом. Все участники встречи получили возможность выразить свое отношение к русскому языку, культуре и значению грамотности для современного человека, а также отправить яркую и выразительную открытку, созданную общими усилиями, в Петербург. Поскольку карантин внес свои правки, акцию «Тотальный диктант» перенесли на осень. Лучших чтецов русской классики выбрали в Русском центре Таджикского национального университета. Подробности в материале нашего народного корреспондента Махриниса Нагзибековой. В национальном этапе конкурса «Живая классика» приняли участие школьники из города Душанбе, регионов Республиканского подчинения и Сагдийской области. Прозвучали отрывки из сочинений Ильфа и Петрова, Бориса Васильева, Чингиза Айтматова и других писателей. В состав жюри входили деятели культуры, преподаватели русского языка и другие специалисты. Напомним, что «Живая классика» — это уникальный проект по популяризации чтения среди детей. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, конкурс продолжает свою деятельность в режиме онлайн. Как отмечают организаторы конкурса «В мире книг» — все границы открыты. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok